Всем привет, друзья! Сегодня поговорим об облачном гейминге. Ну так, ни для кого не секрет, что последние годы выдались трудными в плане гейминга. Майнинг, пандемия, дефицит на железо. Все это изменило баланс рынка не в сторону покупателя. Об облачном гейминге сегодня говорят часто и по многу. Вместо того, чтобы собирать мощный ПК, то альтернативой может стать облачный гейминг. Основной смысл облачного гейминга заключается в том, что вам не нужно загружать игры на свой компьютер. Вы играете прямо на удаленном сервере, который дает нам тот или иной дата-центр. Просмотрев все доступные сервисы, я остановился на сервисе от NVIDIA GeForce Now. По сути, вам понадобится только устройство, способное воспроизводить видеопоток. Легко настроить, легко играть, не о чем беспокоиться, разве что интернет-соединение. Начнем с требований к сетевому подключению железу. Для комфортной игры нужен канал с пропускной способностью не ниже 15 Мбит в секунду. В этом случае можно ожидать видеопоток с качеством 720p или 60 кадров. Для Full HD нужно больше 30 Мбит в секунду. И да, для облачных игр лучше всего подключаться по Ethernet кабеле. Либо же попойти к герцовому каналу беспроводной связи. Противно в случае будет лаги или мыло. Итак, как играть в игры через NVIDIA GeForce Now? Что для этого нужно? Переходим на сайт. Далее нужно создать аккаунт. Кликаем создать аккаунт. Заполняем все поля. После чего попадаем в меню. Здесь нам предложат скачать приложение или же играть в браузер. Советую качать приложение. Далее скачать для Windows. По окончанию загрузки открываем установочный файл. Принимаем соглашение. После чего входим в приложение GFN. Затем возвращаемся в браузер. Тут указываем провайдер для Европы NVIDIA для SNG и GFN.ru. Скажу сразу же, GeForce Now предлагает два варианта подписки. Базовую оно бесплатно и премиум. Рассмотрим базовую. Но будьте готовы к тому, что перед вами выстроится огромная очередь из других экономных игроков. А длительность игровой сессии будет длиться ровно 30 минут, после чего нужно будет заново перезаходить на сервер и ждать свою очередь. Авторизуемся. Тут указываем информацию о себе. Нужно пройти еще один этап. Это привязать аккаунт в Ubisoft или же Steam. Можно еще и пить Game Store. На сайте есть инструкции, как привязать учетную запись в GeForce Now. Переходим в настройки приложения. Далее подключаем любую платформу, в которой у нас есть аккаунт. Я покажу, как это сделать с помощью Steam. Если же у вас нет аккаунта Steam и вы не понимаете, что это такое, Steam это крупнейший онлайн-магазин компьютерных игр, с помощью которого мы будем играть на этой платформе. Почти все популярные игры бесплатные, такие как Dota, CSGO и так далее. Кликаем по вкладке «Подключиться». Если же у вас нет аккаунта, вы можете его создать бесплатно. Вводим свои данные от аккаунта. После того, как подключили учетную запись Steam, можно выбрать расположение сервера. Рекомендую ставить автор. Не забывайте, что GFN.ru требует стабильного и хорошего подключения. Желательно проводного. Также можно выбрать режим трансляции. Тут уже выставляем, как вам нужно. Переходим в раздел «Игры». В главном меню приложения есть разные разделы. Есть игры, где минимальная очередь, также популярные игры. Во время игрового процесса мне не было на что жаловаться. Картинка стабильная и совсем не дергается. А время отклика более чем адекватное. Не возникло особых проблем даже во время перестрелок. Но по бесплатной подписке советую играть тогда, когда большая часть других либо работает, либо учится. Потому что, когда все появляются онлайн, очереди вырастают до неприличных. А если же все-таки хотите играть без очереди, да и с премиум, можно играть без ограничений по 4 часа к ряду. То платите. Остается один вопрос. Стоит ли оно того? Как минимум попробовать стоит. Отвечая на вопрос, почему картинка глючная или вовсе тормозит? Большинство устанавливает приложение, совершенно не проверяя, какой у них интернет или роутер. Другой вопрос. Постоянные очереди. Плати за подписку и не будет очередей. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Коротко пройдемся по остальным сервисам. Первый это MyGamesCloud. Его плюсы это большое количество игр в каталоге. Кроме того, у компонент собственный игровой сервис, который физически расположен в СНГ. Еще одним плюсом есть то, что облачный сервис позволяет запускать лаунчер Steam. Так что можно запускать собственные игры. Не менее интересный сервис это PlayKey. Один из сторожилов среди сервисов облачного гейминга. Его достоинство в том, что к системным требованиям ПК очень низкие. Плюсом сервиса является это его высокий уровень качества, если интернет, конечно, позволяет. Есть безлимитный тариф, стоимость которого вполне приемлема. К сожалению, есть еще куча крутых сервисов, которые пока нет в нашем регионе. Например, тот же Xbox Cloud. Очень крутая вещь, все доступно по подписке Game Pass. Возможность играть даже с телефона. Сервис предоставляет награниченный доступ к различным играм. Ну очень крутая вещь, надеюсь, скоро и до нас дойдет. Та же Google Stadia. Однако для ее работы нужен контроллер Stadia. И в отличие от GeForce Now не нужно покупать игры. Многие игры появляются на сервисе раньше релиза на других платформах. Например, Stadia Pro позволяет транслировать игры в качестве до 4К. К сожалению, доступа к этой платформе в странах СНГ пока нет. А на этом все. Ставь лайк и подписывайтесь на наш канал, если данное видео было интересно для вас. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока ты смотришь это видео, мирные жители Украины умирают от атак и бомбардировок Российской Федерации. Безумный путинский режим напал на мирное государство в самой центре Европы. Поддержите украинскую армию, пожертвуйте средства в фонд «Повернысь живым». Сканируй QR-код или перейдите по ссылке в описании к видео и перечислите любую сумму, которая обязательно усилит украинское сопротивление и поможет противостоять преступной российской агрессии. Субтитры создавал DimaTorzok